Это будет мотивация для любого руководителя муниципального образования, участие команды района в общеобластных соревнованиях. Я думаю, эта практика наверняка была в предыдущие годы, просто надо ее восстановить и внести уже, так сказать, какой-то современный формат. И полагаю, что футбол, самый массовый вид спорта, может быть какие-то дополнительные виды спорта, которые у нас есть. Я хочу, чтобы это обсудила спортивная общественность и вместе с Ассоциацией муниципальных образований приняли решение. А мы со своей стороны ведем такую номинацию, как кубок области по квалификациям видов спорта, которые будут предложены. И итогом этого проекта ежегодно должно стоять награждение команды района, которые займут первое место по видам спорта. Не знаю, это может быть волейбол, может быть баскетбол, хоккей. В общем, есть много, я думаю, видов спорта, которые интересны для жителей Тверской области, они с удовольствием занимаются. И тут мы можем сделать даже какие-то номинации по возрасту, можем сделать, можем среди школьников сделать. Но это, я больше чем уверен, даст новый толчок в массовых занятиях спорта. Потому что у нас ребятишки спортом, мне кажется, с удовольствием занимаются и уже будут соревноваться между районами на статусный кубок, который кто-то должен вручать руководители области, заслуженных людей. У нас есть олимпийские чемпионы, которые могут тоже вручать эти кубки. Можем приглашать федеральных спортсменов. Но, по крайней мере, эта жизнь должна активизироваться. И мы должны этот проект запустить уже на новом эмоциональном уровне и на желании наших граждан участвовать в таких мероприятиях. Мы к этому, как вы знаете, идем три года последовательно. Но оказалось, что не так просто. Грибные базы у нас две, которые у нас попадают под реконструкцию. Мы сами об этом говорили в конце 16-го года, в начале 17-го. И с учетом того, что город Тверь является историческим местом, поселением людей. Мы, так сказать, только отмечали 700-летнего Михаила Тверского со дня подвига. У нас большое количество археологов обратилось с просьбами, так сказать, только ничего не нарушить. Поэтому я думаю, что последние события с СССР нам наглядно показали, что решили приложить трубы. Мы нашли захоронение 12-13 веков со всеми археологическими памятниками, которые были заключены на выставке. Поэтому сегодня закончены все работы, все изыскания, как нам докладывает наш комитет по делам спорта. Документация готова, поэтому мы, в принципе, уже готовы к этому поступить. Деньги у нас имеются, но вся проблема именно была в документации и в согласовании с нашими учеными-археологами, я имею в виду федерального и регионального формата. И это наложило дополнительные обязательства на нас. Мы по времени просто не смогли сделать это так быстро. Что касается больших объектов, по этому вопросу есть поручение Ульгюрина Голодец, решение правительства, решение встречания в правительстве, а также у нас есть согласование с Министерством спорта. Поэтому у нас, так сказать, работа эта идет. Плюс ко всему у нас в качестве партнера по одному из проектов выступает Банк ВТБ. Вы тоже это помните, прекрасно мы договорились. Поэтому сегодня мы уже выходим на формат практической реализации данных мероприятий. Что касается инфраструктуры в муниципальных образованиях, мы сегодня тоже об этом сказали. Считаем, наша задача как минимум одно должно быть спортивное учреждение, обеих спортивных инфраструктур, которые должны быть не затратны, а как минимум современное плоскостное сооружение в каждом муниципальном образовании. И далее это школы, где в основном происходит вся спортивная жизнь среди ребятишек. Это касается небольших населенных пунктов. Ну а в больших городах, населенных пунктах, поселках городского типа сегодня на карте были представлены объекты инфраструктуры, которые требуют ремонта, либо модернизации. Тоже они будут реализованы по нашей стратегии, по нашей программе развития физкультуры и спорта в Тверской области.